Дальше уже идет сразу У тебя тут информация У тебя по сути одна страница Я уже сейчас начну показывать, как редактировать текст Картинки там поменять или еще что-нибудь Уже в принципе начнем Потому что у тебя есть вот фотка на замену Вот это Что размыто Как бы так нельзя оставлять по идее Здесь надо бы другую просто поставить Уже есть фотки, я сделаю Второй вопрос Не важно же, какие вот эти фотки должны быть по размерам Ну как бы важно на самом деле То есть скажем Чтобы ты сюда не закидывал фотографии Формат цифровых аппаратов Где там 6000 на 4000 пикселей здоровые Такие по 3 мегабайта Их надо будет в любом случае на фотошопе То есть именно разрешение картинок Скажем Если у тебя вот Она картинка идет не на задний бэкграунд На весь задний фон У нас такое здесь не используется с тобой Если на задний фон не идет картинка Значит она У тебя вот здесь эти картинки Они маленькие там 500 на 600 пикселей Что-то такое вот в таком плане Все, я понял Да, скажем Чтобы ты вот например Прям такую же вот сюда закинул Да, вот смотри Я правой кнопкой мыши По этой фотке просмотреть код элемента Нажимаю Она у тебя Да, я тебе словами скажу 800 То есть первое Это ширина значит 800 на 1000 4 На 1043 То есть 1043 это высота ее 800 на 1043 То есть ты Если ты фотошоп И какой-то другой редактор Ты прям делай там Холст Такого размера Обычно так делается И туда накидываешь изображение Чтобы оно прям такое же было Вот и все Но оно здесь у тебя уменьшено То есть оно здесь не в таком размере Здесь еще за счет сайта уменьшается Уменьшать тебе не надо Тебе оно уже будет такое Ты просто Чтобы слишком большое не загружать Я тебе размер сказал Вот именно этой фотке Да, я понял Ну все, давай смотри Как редактируется твоя страница Она у тебя Все страницы твои находятся Вот здесь компоненты Gridbox написано Сразу видно их Вот они три Спасибо, политика и главное Все, у тебя три страницы Еще на них удобно перейти Вот сюда я навожу мышку на плитку И страницы Вот так я их вижу Ну в таком виде просто То есть теперь Чтобы редактировать каждую страницу Нужно будет в каждую заходить Например, главное То есть я прям кликаю по главное В новой вкладке У меня грузится редактор страницы Вот он Он выглядит как будто Виш сайт Ну в смысле имеется в виду Выглядит как фронтальная часть сайта Вот как ты ее видишь Почти так же Но только видишь Тут еще есть при наведении мышки Вот такие шестеренки Разного цвета А это отличие как раз таки То есть ты находишься в админке В редакторе страницы То есть на главной странице Виш тут я навожу мышку Как все пользователи И ее видят Как бы нет никаких шестеренок То есть это уже в готовом виде сайт А в админке он вот выглядит Видишь тут видно Отступы Вот подсвечиваются Они такими полосками Вон светло-зелеными И в чем разница Запоминаю Вот зеленая шестеренка Это как вот Наводишь мышку где текст Вот тут меню например Зеленая шестеренка Это плагины Зеленая видишь То есть редактор Вот если я навожу Рядом карандашик Сейчас тебе мелко Потом видео посмотришь То есть я могу кликнуть на карандаш Открывается окно Где я могу манипуляции Какие-то с текстом С этим делать То есть раз зеленая шестеренка Находится над этим заголовком Значит это и есть редактирование Именно заголовка Вот нашего главного А сам заголовок Вот он здесь Вот То есть вот прям здесь Ты можешь его менять То есть Либо новый полностью записать Либо ошибки Если ошибка есть Ошибку исправить Там вот Такие дела Это первый момент Это пока сразу Не буду тебя загружать Это по тексту Да Что-то поменять Ниже Вот меньше Меньше текст размером Тут тоже вот ее плохо видно Тут вот она зеленая По карандашкам клика Вот Здесь вот такой уже редактор Вот То есть это тоже текст То есть меняется спокойно здесь Да, да Только смотри Если меняешь текст Пиши руками его здесь Если большой текст Ниоткуда не копирует Есть такое Что ты можешь скопировать С какими-то левыми стилями сюда И они сохранятся на сайте У тебя может дизайн поплыть То есть новички Обычно так Потом не могут понять В чем дело Вот То есть через блокнот даже Нет, ну через блокнот Можно Обычный блокнот Да Но только не откуда-то С сайта Или еще откуда-то Не-не Вообще этим не занимаемся А иначе сразу в стиле Да Смотри Когда ты Да Пока ты здесь что-то вносишь Вот смотри Например Кстати текст В принципе Просто вот Видишь Я кликаю Его можно даже Вот смотри Видишь Я выделяю Видишь Я пишу Уже мое пишется Да То есть он даже так меняется Вот Он реально так меняется И вот видишь Я вроде тебе все сбил здесь Сбил заголов Пока я не нажму Вот сюда в левом углу Сохранить Ничего не применится Вот это тоже знай То есть пока я не нажал Сохранить Это то что я сейчас изменил Не применится Смотри Я обновляю страницу Только смотри Если ты сохранил Все сохранилось Если ты сохранил Что-то не так Придется менять опять Руками тут Если ты Накосячил Понял да Я понял Федь Такой вопрос А можно где-то Сохранить Вот исходник сайта Как долго Ну вот Копию сайта Бэкап 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 сайт Надо делать Это на хостинге Делается Что тебе может понадобиться Буллеты Тоже текст Видишь там тоже Свои шестеренки Все Заходишь Редактируешь Спокойно Все вот То есть здесь Здесь аналогично Я уже не останавливаюсь Видишь Аналогично Картинка Допустим Вот номер Вот поверх Пойдем Это то что Перелистывается Страница Да Номер Вот где Ватсап Вайбер Вот телефон Обычно Это обычный текст Ну как обычный Смотри Если будешь менять Здесь вот надо смотреть в источник Потому что у тебя не просто этот телефон Он у тебя кликабельный Видишь вот эта строчка кода Потом видео посмотришь Он у тебя тут три раза повторяется Если телефон меняется Вот он Раз меняешь его Потом вот здесь два целиком А вот здесь вот три То есть вот сюда Прям в источник Надо зайти тебе Поменять его Потом еще раз нажать на источник Потом на крестик закрыть Потом сохранить Вот здесь все А если еще добавить один номер Другой или просто Под ним Ну просто под ним Просто под ним Но только смотри У тебя все сейчас тут Все в дюймах Вымерено То есть если ты Его добавить то легко Вот смотрите Покажу сейчас Например Сейчас Ну давай вот так ладно Сейчас Что-то у меня не выделяет Вот Вот я так вот скопирую Вот я ниже вставил Вот они оба Но видишь сразу шапка поплыла у тебя Ну в смысле Она стала шире Потому что место же Как бы нужно Вот Вот смотри Ты должен следить за этими мелочами Как ты только что-то свое добавляешь У тебя где-то что-то поплывет Либо шапка Потому что у тебя все вымерено уже Понял здесь То есть если ты как бы Тебе все равно Что шапка стала чуть шире Тогда ладно Вот я сейчас обновлю И еще момент один Когда ты что-то добавляешь Сверх сюда еще Своего Не просто редактируешь А свое Помни одно Что это еще не все Что у тебя шапка поехала У тебя еще и вот тут есть Мобильный редактор Это ноутбук Планшет И здесь Каждый настраивается Сверхи по-своему То есть Зашел сюда планшет Ландшафт Видишь у тебя уже стал дизайн И здесь надо И отступы свои настраивать И все То есть тебе То есть ты на компьютерной версии Что-то изменил После Надо пройтись По всем вот этим Вот планшетам Телефонам По всем версиям И тут проверишь Чтобы все нормально смотрелось Если здесь что-то поплыло Уехало Значит тут Своим редактором Пользуешься Настраиваешь отступы Это все находится в тексте Например Вот отступ сверху Снизу Вот показан макет Да Вот вкладки Вот размер текста Вот выравнивание Лево-право Центр Вот это все Здесь настраивается Но это в каждой версии Это каждому версии Соответственно Применять Сохранять Да То есть Например Если у тебя Вот у этого текста Здесь размер Я тебе даже наглядно покажу Вот видишь 56 А если я зайду Например Сразу в телефон Портрет То тут у тебя Сейчас Размер уже 40 То есть Это я руками уменьшил Реально Чтобы он не был Слишком огромный На телефоне Понял, да? Да С этим Поактивные Вот допустим Появится телефон Какой-то Ну просто Человек хочет позвонить Вот сейчас Если Человек Человек с телефона Набирает На номер Телефона 1166 Он кликабельный Получается Телефон Сейчас Сейчас кликабельный То есть Он может позвонить Правильно? Не Ну сейчас У тебя все сделано уже Сейчас я у тебя уже Да Я и говорю А вот эти вот Значки тоже сейчас Активные Ты же сказал Ты проверял Ты же сказал Ты их проверял Да Да Я проверял Да Я и говорю Сейчас все активно Конечно Ну вот смотри Ты сам можешь посмотреть Вот я захожу Сейчас То есть Как это здесь выглядит Это иконка То есть Видишь у нее своя шестеренка То есть Иконка Ватсап Вайбер Вот Смотри Вот они две Ватсап Их редактируется Вот напротив них Есть карандашки Я захожу И вот здесь Внимание Здесь только Не удали лишнее Если будешь менять телефон Потому что Вот здесь строчка Она важная Без нее Не будет кликабельная Эта кнопка У тебя Вот здесь После знака равенства Видишь Твой телефон идет Да То есть Если редактировать Просто вот Находишь эту строчку Вот я Иконка Кстати Вот меняется Ну в смысле Вайбер Ватсап Я ее здесь нашел Это шрифтовые иконки Но она стоит Она уже Да Ватсап Вот написано Прям Ну в смысле Если что Она Вот тут даже Несколько сервисов Иконок разных И вот список Тут просто огромный Вот их можно Видишь Листали А вон их сколько Да Да Все понял Меняется Вот ниже строчка Средняя То есть я Как Я вижу телефон Не вижу Я кликаю И зажимаю Левой кнопкой мыши И оттягиваю Вправо Чтобы вот увидеть Телефон Вот он И меня Если меняется Он вот Только все Должно быть так же Плюс здесь обязательно Причем Для Ватсапа Плюс нужен Для Вайбера Ниже Он не нужен Здесь 8 идет Потому что они По-разному работают И чтобы у тебя Это одинаково работалось Для Вайбера У меня плюса нет Это важно реально Реально Вот ты Поставишь сейчас Ватсап Вместо плюс 7 Просто 8 И он у тебя Уже так сейчас Работать не будет Как он вообще работает Вот такие моменты Картинка Вот Просто Вот захожу Вот Здесь Файловый менеджер Открывается Вот все фотки твои Загружается Вот по этой иконке С компьютера Выбираешь С компьютера Изображение Да Вот она И открыть И она сначала Загружается на сайт Потом ты выбираешь ее здесь Я ее галочкой Видишь пометил И появляется плюсик После того как ты отметил Галочкой Нажимаешь на плюсик И она появляется У тебя уже на сайте То есть вот здесь Появляет А эти фотографии же сейчас Есть на сайте Правильно Они Они все внутри сайта Да Ну да Они есть Размер 500 Ну я Она больше на самом деле Я ее здесь уменьшил Вот 500 Вот она у тебя А форма Если что Форма Добавляется Сама форма Как бы отсюда Но это другой компонент И он не здесь Редактируется Это надо в админке быть Перейти компоненты В самом низу формы По-русски прям Вот она форма одна Создать можно неограниченно Количество форм Разных Они могут быть разные Сама форма Редактируется По клику По ссылке форма Вот она То есть здесь могут Поля добавляться Какие-то дополнительные Кликнув по полю Справа настройки Ее появляется Вот здесь кнопка настройка Это общие настройки Тут у тебя цвета Все дела Вот здесь перенаправление На страницу спасибо Меняется ссылка Если надо поменять Вот здесь она меняется Она у тебя уже добавлена Как бы И вот твоя почта Куда уведомление На хостинговую Приходит тебе Вот И кстати Тема сообщения Вот эта Если на английском Видишь она Это тебе придет Если надо заменить Давай прям сейчас Я запишу ее Вот я поменял на русский Вам пришла заявка Смотри Применить И сохранить Закрыть Все Здесь это сохранилось Про форму Это такой момент Возвращаемся на сайт С фотографией Чуть секунду Извини Вот смотри Вот этот же текст Он тоже меняется Какой именно Редактор Узнать стоимость Вот это Это форма Смотри Запомни Это все форма Понял Это меняется не здесь Меняется в форме только Да Это все меняется Там уже В самом редакторе Вот форма Видишь Вот узнать стоимость Вот эта кнопка Я сократил Смотри Не надо делать длинный текст Иначе на мобилке У тебя не вмещается текст Там Я специально сократил Чтобы везде нормально смотрелось Вот И Дальше двигаюсь Да Двигаюсь дальше Да 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 То есть Верхняя плашка Здесь все то же самое Это плагин меню Вот он Тоже редактируется Все здесь Вот название Но это меню Не просто меню Это специально меню Оно только прокручивает Соответственно Descript Это называется Да Вот это Слоган Descript То есть он Вот он Просто текст Логотип То же самое Это просто Ну как бы Это логотип Прям плагин Но это плагины все Они именно в гритбоксе находятся То есть это не просто Отдельные плагины Джумла То есть имеется ввиду Гритбокс Чтобы ты запомнил Это компонент Вот он Прямо написано Гритбокс Видишь Поэтому все Что вот здесь Именно плагины Вот тут Это все Гритбокс Это как бы Такой один инструмент Где все внутри У тебя Понял Здесь Как бы ссылка Ну то есть Просто текст Выделил И Вот ссылка Ну обычный редактор Вот она Вот здесь ссылка На Яндекс Отзыв Это типа А добавить можно Еще какую нибудь ссылку Ну добавляешь Если сюда добавить Добавляешь просто Например Вот дубликат я сделал Да Вот на 2 гис А нас говорят там На 2 гис Или еще что-то Ну вот смотри Например я вот Делаю Вот видишь тут иконка Дубликат Видишь дублировалось Захожу в дубликат И вот здесь меня И название И ссылку И все Но только после этого Сразу надо будет проверять Все ли тут у тебя нормально То есть Ну скорее все нормально Потому что манипуляции Не шибко большие То есть По всем устройствам Пройтись надо будет После каждой манипуляции Проходить по всему Манипуляции Именно твои То есть Которые ты взял И внес что-то новое сюда Если ты просто редактируешь Но только если у тебя текст Длиннее чем был изначально Тогда тоже надо проверять будет Здесь этапы Смотри Это заголовок Все то же самое Вот это Это иконки Это просто плагин иконка Меняется тоже Вот обычно Вот они все иконки здесь Но дизайн У всех вкладок Есть вот такая Вкладка дизайн Где меняется цвет Размер Расположение Все здесь меняется Это причем У всех одинаково Что ты текст меняешь Что ты там Картинку У всех есть вкладка дизайн Федь Еще такой вопрос Подскажи мне пожалуйста Допустим Чтобы сайт не насиловать Грубо говоря Вот что-то с ним сделать Я могу как-то Вот дубликат сайта У себя же на хостинге Создаю Соответственно Другой адрес Правильно Параллельный Ты можешь Ты можешь Да Ты можешь Смотри Ты можешь Этот сайт Бэкап Я тебе даже могу Скинуть бэкап Именно который Вот эта Более старая версия Где нет логотипа Чтобы ты не путался Вдруг А то Зайдешь на свой Начнешь там менять И забудешь Что ты уже на реальный сайт Зашел А там ты будешь Видеть разницу Логотип Там нет твоего Тогда же лучше Я тебе на почту скидываю Есть еще Чтоб ты понимал Смотри Синяя шестеренка Это называется строка Видишь она Когда я на важную Нюю мышь Она подсвечивает Зеленым Все что внутри В нее Это в нее входит Как бы в нее вставлено То есть в нее вставлена Твоя фотка Заголовок и текст Она тоже имеет Свои настройки Если нужно Там могут быть Отступы Заливка цветом И так далее А еще есть Вот такая Фиолетовая шестеренка Это общая секция Задний фон Например Она может понадобиться Чтобы сзади У тебя Потому что там серый фон Сейчас Например Ты захотел Сменить цвет Вот меняется цвет Для фона заднего Именно для этого блока Или загрузить Вообще задний фон Картинкой Тогда надо здесь Выбрать изображение И загрузить изображение То есть вот так вот Выбирается изображение Также с компа Загружается Но здесь уже Большая full hd Картинка нужна Ее подгонять надо будет То есть фиолетовые шестеренки Ты по цветам их просто запомнишь Слышишь? Да, слышу Фиолетовые Вот они фиолетовые Видишь Это общая Это она называется Вон секция Синяя Она Потому что наводишь мышь Видишь там по-русски написано Строка А это все остальное Это плагины А, ну еще есть вот такая вот Но он даже не серый Короче она вот такая вот Будем считать ее серой Это вложенная строка Видишь под ней написано То есть тут еще есть Такое понятие Как вложенная Чтобы понять Зачем они сейчас Тебе в это не надо вникать Это уже когда ты сайт Целиком создаешь Здесь Тогда ты будешь Уже вникать Зачем она нужна Для редактирования Тебе достаточно Вот того Что я тебе даю сейчас Вот Здесь то же самое Ничего не останавливаюсь Здесь почти то же самое Здесь картинка Плагин изображения Один и тот же плагин Что используется И здесь И здесь И вот здесь Все то же самое Это тоже текст Слушай А фотография Которая где я Там такая же Такой же плагин Да Это просто изображение У тебя тут знаешь В чем разница У тебя стоит скругление Здесь Сейчас По-моему Чтобы фотография Была круглая Она должна быть Изначально То есть квадратная Все стороны равны Тогда будет ровный Круг с нее получаться Да Но она как бы Выглядит так Цивильней Поэтому круглую я сделал А Макет по-моему Да Это вкладка макет То есть я зашел Видишь в изображение В настройки твое Макет Тут еще макет Есть вкладка И вот радиус Это называется Вот смотри У тебя 300 Смотри сейчас на 0 уберу Бум Видишь квадратная стала Угу То есть это прям За счет сайта Я тебе бум Ну это я 500 сделал сейчас 300 просто достаточно Чтобы она была прям круглая Все То есть это тоже плагин Просто какие-то манипуляции В самом плагине Можно же делать Вот Вот здесь с карты Если что Здесь плагин карты Яндекс Тоже в этом гритбокс идет Но здесь не знаю Надо тебе вникать Нет Здесь только чтобы ты знал Что здесь можно Если у тебя офис добавляется Или склад еще один То здесь на карте Можно добавить Вот есть плюс такой здесь Добавить новый элемент Называется Добавляешь Пишешь адрес Потом по карандашу Здесь можно цвет поменять Заголовок описания Что за заголовок и описание Я покажу Это Вот тут маркер Напротив твоего офиса Если я на него кликаю Но здесь не видно Давай на сайте В редакторе не видно Вот на сайте Видишь всплывает по клику Твой Как бы заголовок Ключевой запрос И адрес Видишь? Да вижу Вот то что всплывает Это я как раз Добавил Вот здесь По карандашу Вот этот текст И вот этот текст Понял, да? Да А если соответственно Ну мало ли чего Да Потому что Ну как говорится Аренда Ты сам понимаешь Сегодня Ну меняется Вот просто Вот он меняется Вот адрес Просто прописываешь И карта Здесь сама обновляется Вот здесь И карта сама обновляется На тот адрес Да, да, да Все, я понял Здесь ты хотел Вот поменять Помнишь тебе время Вот поупражняешься С 22 там До скольки там Что ты хотел Да, да Видишь? Я могу просто кликнуть Именно с текстом И прям вот сейчас Начать писать Вон у меня курсор там мигает Ты сейчас не видишь мелко Но ты поймешь Когда зайдешь Если тебе так как бы Неудобно То ты по карандаш заходишь И уже вот здесь В редакторе меняешь Потом по крестуле Закрываешь И чтоб сохранилось Нажимаешь Вот не забывая Нажимаешь Вот здесь в углу Сохранить Вот это Это сторонний код Который я взял С твоего Яндекса То есть сюда Те не надо лазить Чтоб ты просто понимал Вот он Все, вот Что ты видишь Ничего нет Строчка кода Все И я ее получил С твоего аккаунта На Яндексе Именно вот на отзывах Все И вставил здесь А тут он уже Выглядит таким образом Да То есть у тебя Цифры меняются Здесь автоматически Весь там У тебя один отзыв Добавился И у тебя уже Четыре ноли Здесь показывается То есть у тебя Меньше было Все, куда я не лез Да Куда я не лез Смотри Пример Яндекса Отображается Что я на Яндекс Смотри Еще Напоминаю Последнее Важное Что ты должен знать Про страницу Свою Если ты захочешь Поменять сниппет Я тебе показываю На своем примере Сниппет Это вот эта часть Вещь синим Вот это Здесь понял В Яндексе Ну попозже Ну когда Проиндексируй И вот этот заголовок Я его продублировал Основной Но я добавил еще и телефон Чтобы он у тебя В сниппете вылазил Понял? А, все, я понял Спасибо Да, то есть Вот он есть Как бы он нормальный Если просто Ты должен знать Если ты захочешь Поменять сниппет Ты можешь просто Вот сюда зайти В SEO вкладку И все поменять Все Сохранил Смотри Закрыл Теперь Я захожу В Gridbox Если надо поменять Политику конфиденциальности Я захожу Здесь еще проще Открывается другая страница И тут только Вот этот плагин Но чтобы ты его нашел Именно шестеренка Потому что текст большой Она в середине На самом деле Надо просто мышкой ее найти Видишь ее А, вот она, видишь К тебе придут какие-нибудь Законные власти Это прям вообще Прям один миллион Процент Что такое вообще Может произойти Если придут и скажут У вас политика устарела Тогда ты должен знать Что вот зашел в карандаш И просто вот он Текст Изменишь ее здесь Понял, да? Сохранил Смотри Это каждый год надо менять По идее Сейчас там 2019 Или это когда Не знаю Я не меняю Я не знаю Я не меняю Я как в 14-м году Сделал Так и забил на все Все, я понял Смотри Страницы благоданности Здесь ты будешь править Там тебе фотка не устраивает Вот она такая же Круглая Заходишь Просто все то же самое Здесь Здесь все то же самое Абсолютно Здесь вообще ничего нового Они начально квадратные Да У тебя Видишь у тебя радиус 300 То есть чтобы она была круглая Исходник должен быть квадратный То есть все стороны равны Просто смотри С прямоугольной Ты не сможешь никак здесь За счет сайта Ее сделать ровно круглую Никак не сможешь Она у тебя овальная будет С прямоугольника Соответственно размер То же самое Придерживаемся всех правил 500 на 600 Ну Смотри Сейчас я тебе скажу Просто мне неохота Сейчас на страницу Спасибо, Лесь Я сейчас может тут ее найду Ты должен знать, понимаешь Как смотреть размер у картинок Я тебе видео показал Ты посмотришь там размер Я сейчас не буду Получать то же самое Показывать Видео посмотришь Нет, я к тому что Если я сейчас Поменяю фотографии Поменяю фотографии И они будут другого размера То все может поплыть Если я фотографии Новые делаю Они в таком же размере То ничего не поплывет Попроверить все равно надо Если ты меняешь то Что у тебя уже есть На замену Старайся брать Один в один размер Чтобы максимально точно все было Как размер смотреть в фотке Я тебя в видео Ты увидишь Когда я нажимал Правой кнопкой мыши Вот так вот Ты там увидишь Там легко Просто наводишь мышь Там тебе подсвечивает браузер Сам браузер подсвечивает Какой размер Это и да Это и ерунда Ну здесь еще проще Страницы меньше Меньше элементов Здесь еще проще Самое сложное Это с главной Потому что там больше всего было Что еще может быть Как бы Ну как бы все вроде А Смотри Фотографии надо как-то прописывать Ну Смотри у тебя лендоз Как бы ты можешь рассчитывать Только на директ Ну в смысле На любую рекламу платную Не обязательно директа Такая самая дорогая реклама Есть же другие виды рекламы Может там ВКонтакте разместиться Там дешевле будет Тебе по большому счету Вот эта индексация Она не нужна И Прописывать картинкам Смотри я тебе покажу Там есть такое Ну тебе просто смысла нет Это называется Альт То есть это Как бы Альт Тег Альт Это для SEO Это то же самое Что ты Для страницы Я тебе вот здесь прописал SEO Но это для страницы А еще для картинок Можно Такое же понятие есть Это вот просто В карандашах в картинку У тебя это не прописано Потому что смысла нет Вот он Альт Прям написано Альт Текст изображения Пустое поле Здесь Просто набираешь Что туда писать Какое-то Твое ключевое Слово Запрос Тот же заголовок Домодедова К этим ключам К этой фотке Но эта фотка Не уникальная Понимаешь Мы ее скоммуниздили И смысла в этом Альте нет Это первый момент Второе Эти альты нужны Если ты блок То есть сайт Блок И ты двигаешься Статьями То есть ты Продвигаешься В интернете Статьями То есть Когда у тебя Много статей Ты растешь У тебя прям Запланирован График публикации То есть Раз в неделю Ты выкладываешь Полезную статью Для людей Вот только в том случае Надо прописывать Всякие альты Понимаешь А так как У тебя лендинг Он заточен Только под рекламу Эти альты Они тебе вообще Не дышат Даже в ухо Понимаешь То есть Они тебе роли Вообще не играют Эти альты Тем более У тебя Изображение Просто по сути Своровано Оно не уникальное Оно даже Некупленное И смысла В этом альте Вообще нет Понимаешь Зачем эти альты Нужны Это по сути Дополнительные Скажем так Индексация Картинками Видишь Картинки Есть у Яндекса Это поиск По картинкам И вот Чтобы конкурировать Среди картинок Нужно прописывать Альт Но картинки Должны быть уникальны То есть Это ты сфоткал На свой фотоаппарат И разместил на сайте Вот она уникальная А тогда Водяные знаки Можно будет Это все делается Ну на фотошопе На фотошопе Водяной знак кинул Да и все Но здесь Оно не будет смотреться Прикинь ты вот на эту картинку Кинул водяной знак Но это бред Это бред Нет Конечно Нет Я по полу согласен Видос Смотри Видос Смотри Видос Это плагин Дополнительный Тебе удобно будет Например Вот где ты хочешь В каком блоке В каком вставить Первый Второй блок Где видос Хочешь вставить Ну допустим Я могу Вместо вот этой Картинки Вот вместо этой Смотри Сейчас я обновлюсь Или рядом Допустим Ну я думаю Размещать надо Именно здесь Ну смотри Ну смотри Например Удаляешь картинку Видишь корзинку Вот сюда Кликаешь Прямо вот в эту область Вот такой квадратики есть Вылазит окно Плагинов Гритбокс Их много Разных куча Ты ищешь видео По русски написано Вот видео А сюда Просто вставляешь Ссылку с YouTube Вот он Введите ID Знаешь как ID Залил видос в YouTube Открыл его Вот здесь вот есть Поделиться Да Вот он ID Видишь Вот вся ссылка Она вот так выглядит Ее копируешь Например в блокноте Почистим сейчас ее Вот все что До слэша От края этого Это ID Ролика Именно этого То есть по идее Те надо вот этот Хвост удаляешь Ты И вот он ID Уникальный идентификатор Именно этого ролика Ты его копируешь И вот он В это поле ID Вставляешь Как только ты Если ты вставил Неправильно Например Или Скопировал Забыл один символ ID Или всю ссылку Ставил YouTube У тебя вот здесь ролик Видишь у меня появился Моя фотка здесь Ты его не увидишь Если ты неправильно Вставил сюда Инентификатор По сути все Вот оно видео Оно будет запускаться По клику с сайта Уже все Сохраняешь столько И все Но только после этого Кстати здесь Если что можно С вемео И исходный файл То есть по сути Можно даже сюда Загрузить Прямо на сайт видео То есть это надо Выбрать исходный файл И тогда придется Загружать видео На сайт Прямо Это уже будет Тяжелый На хосинге Смотри Если ты такие Серьезные манипуляции Сделал Вот видишь Я поменял картинку Значит придется проверять Как смотрится Вот просто смотришь Ну скажем Я бы вот здесь Отступ добавил Потому что это видео Прилегает слишком сильно К краю Это например Можно сделать здесь В макете Потом ты заходишь В следующую версию Здесь все нормально Оно как бы Располагается как надо А отступы тоже Так же меняются Там ширина Там просто плюс-минус Добавляешь и все Просто потом прогоняешь Соответственно здесь его и не было И фотографии здесь Его нету Потому что Да-да-да Потому что Я скрыл на мобильных В самой секции Правильно Оно нагружает сайт То есть Внешние ресурсы Это видео с ютюба Это шрифты гугл Шрифты гугл Шрифтовые иконки Там Вот такие вещи Вот внизу Вот это Это тоже нагружает Ну незначительно Но тоже дает Ситуация в том Что ничего с этим сделать нельзя Оно Его закешировать нельзя Потому что это сторонний код Его или используем Или нет Вот и все Ну соответственно Чем если этого нет А карта 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 Вот это все нагружает Тоже Это сторонний код То есть например Если удается делать сайт без этого Ну например Это не требуется Скажем Без карты Без вот этого Счетчика Без Видео Ну видео Кстати на сайт Если видео загрузишь Оно может быть Будет дольше подгружаться При просмотре сайта Но оно не будет Нагружать так сайт По идее Нежели с ютуба Потому что Все что прямо на сайте находится Это как бы лучше по идее И поэтому шрифты Я тебе изначально выбрал Они называются безопасные Шрифты Это Вот как написание текста У тебя обычно Ариал стоит Я сразу Как только это сделал Снизил тебе нагрузку На какой-то там Доле процентов В смысле сайт Стал уже чуть быстрее Только за счет этого Я не знаю Стоит тебе так глубоко лезть Это по идее Вот здесь вот видишь То есть я зашел в тема Вот он базовый шрифт У тебя Ариал Вот написано По идее здесь можно Выбрать Загрузить Прям свой Добавить Google Fonts Вот как раз Лучше избегать Шрифты Google Ну типа они Как бы сторонний шрифт Получается И вроде как Нагружают сайт Понял А есть еще вопросы Смотри Как вставлять Фотографию Это мы как раз Разобрали Как у меня текст В подвале А там в подвале По-моему у нас нет Ничего Там также Все это понятно Все это Так по поводу Паролей Тоже мы разобрались Как работать С бесплатными фото С качеством С интернета В том плане Что Лучше конечно Этого избегать Или То что Вот я как нашел Последнюю фотку Да Она как бы Сплатная И в том формате Формат используется ПНГ и ЕСП Правильно То что нужно Это как раз Именно Не 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 Смотри ЕСП нужен только Если тебе надо Ее редактировать Она здесь Не в ЕСП И здесь ПНГ изображения Они тяжелее Чем JPEG Лучше не использовать На сайте ПНГ тоже ПНГ нужно только Вот у тебя Видишь JPEG Написано Главное Чтобы Эта фотка Была Без Водяных знаков В открытом Топе Была Возможность Скачать Не Ну ты можешь Скачать И как бы Тебе никто не скажет Я сомневаюсь Если тебе Поможет Это Смотри У меня есть Такая ссылка На сайте Называется Рекомендую Здесь Всегда Можешь Туда Обратиться Тут есть Пять Фото Стоков Где Профессиональные Фото В Очень Хорошем Качестве И 100% Там как бы И платные И бесплатные Если тебе надо Ссылку Я тебя продублирую Потому что Здесь есть сервис Иконок И тут Все время Эта информация И она не меняется То есть Полезный сервис Иконок Шрифтов Не забудь Только страницу Благодарности Изменить У тебя же там Мой текст Мое время Стоит Понял Подожди Я сейчас Покажу Вот это Все мое Я свяжусь В ближайшее время Ты видишь Какое время Стоит Это мое Время С двух Часов дня Я работаю Это мое Время Я же тебе Сразу Сказал Я сюда Вставил Чтобы ты Просто Отсюда Уже Сам потом Исправил Наглядно Чтобы ты Понимал Что здесь За текст Ты просто На основе Текста Запишешь Свои данные И вот этот Текст Если вам Если вам Нравится Наш сервис Ну если тебе нравится Это можешь Оставить Это я от себя Написал Тоже как Демо Чтобы ты мог На основе Этого Голову не ломал Переименовал Под себя Не забудь Если будешь Менять Вот здесь Менять Тоже Я понял В принципе По записи Вроде Все Да Как бы Да То есть Вроде бы Все Да Все Понятно Все Записал Мы опять Так же Какая Это гарантия Есть Но я не думаю Что Знаешь Как говорят Машина Если она едет Зачем Мне ей Лезть Что-то Делать Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры